Можно. Дорогие друзья, когда я говорил о том, что сегодня экология нарушается, причём на всех уровнях, я допустил маленькую оплошность. При взлёте и при посадке самолётов разрушение кислорода за счёт выхлопа угарного газа и углекислоты равняется не 70 тысяч, а 7 тысяч автомобилей. Но это же всё равно громадная величина. Вот почему в любой цивилизованной стране аэродромы от населённых пунктов относятся минимум 15-20 километров. За это время самолёт поднимается на высоту уже 5-10 километров, и вредоносное действие по разрушению кислорода там всё-таки сводится практически на нет. Всё равно сказывается о 15-20 километров. Когда садится прекрасное чудо-творение человека, когда смотришь, парит птица, радуясь, имейте в виду, что эта птица приносит вам столько пакостей, которые медленно-постепенно сказываются на особенно больных людях, особенно детях. Взрослые тоже подходят к больным и к пожилым людям. Это моё маленькое дополнение. Теперь, что касается всех рекомендаций, касающихся ультофиолета. Сегодня разработаны рекомендации для людей. Ну, например, сегодня одна из проблем – это люди любят друг друга, вышли замуж, женились. Всё нормально, а детей нет. Куда бы они ни обращались – подсадка различных клеток. Ведущие специалисты мира говорят, у вас всё нормально, но детей у вас не будет. Ультрафиолет позволяет мне сегодня вам заявить. 80-90% мы вам гарантируем без всяких лекарств, без ничего. Очистка человека, определённая диета – ультрафиолет. То же самое относится к яловостью животных. Это бич у ветеринаров. Животные сегодня 50-60% яловые. Мы на 90% ялость у животных убираем. Лечение без лекарств животных. Птица. Увеличение веса птиц. За счёт облучения воды они пьют воду. Одна эта вылечивает птиц от тех болезней, которые у них там бывают. Я уж не говорю о свиньях. Ведь свинарники вносят на несколько километров от жилого участка, где там от нато запаха помереть можно. Мы научились с помощью ультрафиолета убирать запах. Там свинарка приходит с любимыми своими духами. И она уходит с работы, пахнет этими же духами. И никто не может понять, что там содержатся свиньи. Ну, навоз, конечно, если нормально куда-то увозить подальше, проблемой нет. Я уже не говорю о всех. Рекомендации разработаны. Лечение животных от кошек до верблюдов. Дозировки есть, всё есть. И самое главное, есть материальная база. Институт российской электрификации сельского хозяйства готов всем своим техническим персоналам и своими возможностями подключиться для создания этих устройств. Я уже не говорю о теплицах. Я не говорю о садоводах. Вы же все заинтересованы, чтобы земля у вас была не кислая. А что такое кислое, вы знаете, урожай там не получишь. А нормальная кислота, щелочная вода. Получать урожай в полтора, в два раза. В своих грядках, в своих теплицах, в своих участках. Если вы заинтересованы, я не могу представить, чтобы не нашлось человека, который потратит деньги для раскрутки всей вот этой системы. И пожалуйста, это не тот коррупционер, который наживается на несчастье к людей, а будет получать чистый экологический продукт и получать от этого свою прибыль. Но честно заработать рубль, как я говорил в одной из передач, которые вы посмотрели. Спасибо вам за внимание.